Контроль за розничной торговлей, пресечение недобросовестной конкуренции и надзор за деятельностью органов власти. Вот неполный список функций антимонопольной службы. Сегодня в Чувашском отделении УФАС прошла пресс-конференция, в которой приняли участие и мои коллеги. В прошлом году в Чувашское отделение Федеральной антимонопольной службы поступило более 700 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства. А это на 53% больше по сравнению с 2013 годом. Добрая половина всех заявителей жаловалась на деятельность монополистов. По-прежнему высок процент тех, кого не устраивает работа органов власти. Особого внимания заслужила одна из страховых фирм, которая нарушила сразу несколько статей антимонопольного законодательства, навязывая автовладельцам дополнительные формы страхования при покупке полиса ОСАГО. Мы прошли суды и буквально на днях мы получили решение апелляционного суда, который признал наше решение и предписание законными в полном объеме. И, соответственно, с момента вынесения решения апелляционного суда, решение суда первой инстанции вступает в законную силу. Теперь фирма обязана вернуть все незаконно полученные страховые премии при страховании ОСАГО. Всего же в 2014 году к административной ответственности были привлечены 89 физических и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 270 миллионов рублей. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика.